В 90-х годах многие предприятия России впали в глубочайший кризис. Некоторые, пройдя процедуру банкротства и сменив собственника, возродились в новом качестве. Другие так и остались немым укором перестроечным процессом. Такая участь постигла множество заводов и фабрик Хакасии. До сих пор не могут выкарабкаться из проблем Черногорский экспериментальный завод облегченных конструкций, Туимский завод по обработке цветных металлов и целый ряд других предприятий республики. Шахта Хакасская, простоявшая целый год, казалось, тоже была обречена на гибель. Однако новый собственник Хакас Разрез Уголь решил возродить предприятие. Многие годы в советские времена шахта Хакасская входила в десятку лучших шахт Советского Союза по объемам добычи угля. Причем уголь здесь отменного качества, а потому предприятие никогда не знало проблем со сбытом. Тогда здесь работало больше 800 шахтеров. Во время перестройки Хакасскую постигла участь большинства угледобывающих предприятий России. Сюда приходили люди, обещавшие золотые горы, качали из недр уголек, оставляя шахтеров без зарплаты, а оборудование без ремонта. Легко можно представить, с каким недоверием встретили угольщики нового собственника Хакас Разрез Уголь, который после процедуры банкротства пришел на предприятие. Новый хозяин, как и все предыдущие, обещал вкладывать деньги в развитие производства и платить зарплату шахтерам. Наибольшее же недоверие у рабочих вызывало то, что руководство Хакас Разрез Угля обещало уже к 15 мая этого года возобновить работу по добыче угля на простоявший год шахте. Даже я много лет отработав, я сразу не поверил. Ну почему? Потому что вы знаете, когда был Альфа-Эко, с нас столько брали уголь, оборудование не получали, кроме продуктов иногда. Ну а раз не получали оборудование, значит мы не ремонтировались. Ну а раз не ремонтировались, постепенно мы приходили к полному развалу. Но оборудование у нас устарело, и морально устарело, ремонтировать нечем было. И дошли до такой степени, что перед тем, как шахта остановится, нам практически уже нечем было совершенно работать. Помоги же нам никто не хотел. Вкладывать деньги не вкладывались. Поэтому было тяжело поверить, когда, значит, новые эти веяния появились. Значит, было тяжело поверить, что нам действительно кто-то поможет и вложит деньги. Ну а теперь я убежден, что ребята взяли серьезно, акционеры деньги вкладывают, и это видно. Ну и еще почему не верилось? Потому что в практике, чтобы вот так вот шахта стояла целый год, это вот в моей жизни, это впервые. Вот, но так как комплекс в основном, значит, завязан на гидравлике и прочее, значит, а гидравлика, она очень не любит ржавчину. В течение года, разумеется, значит, и распределители проржавели, и, значит, шланги высокого напора, так как они, значит, металлокордовые, значит, пришли в негодность. Вот, и гидростойки, значит, зеркальная поверхность вся, значит, покрылась ржавчиной. Поэтому были большие сомнения, что, значит, мы запустимся. Добычные работы на шахте были возобновлены 11 мая. Но до сих пор шахтеры так и не могут до конца поверить в то, что на предприятие пришел настоящий хозяин. Ну, какая-то уверенность есть, но еще надо посмотреть, как новые хозяева, потому что уже приходили хозяева и, ну, оставили, кстати, нас без копейки денег. Несмотря на то, что сомнения еще остались, шахтеры в день открытия предприятия откровенно радовались тому, что работа на бывшей Хакасской возобновлена. Чувствую, что праздник на шахте. В будущем шахта будет работать, во-первых, зарплата, уверенность в будущем, завтрашний день. Появилась работа, у нас у каждого уже семьи, нужно чем-то кормить, а здесь и уже шанс какой-то есть жить, трудиться. В день открытия шахты на предприятие съехалось множество народа. Возобновление работы на Хакасской сегодня важно не только для горняков. Мы этого события ждали два года, а последний год с нетерпением. Почему? Потому что, ну, не секрет, Черногорск – шахтерский город. И с возрождением угольных разрезов, с возрождением шахт, возродится и город Черногорск. А с ним и республика Хакасия. Еще более будет процветать. В первую очередь, это, конечно же, налоги. Это рабочие места. В конечном счете, это благо для горожан. Дополнительную торжественность обстановки в день официального открытия предприятия добавили традиционное разрезание красной ленты и бутылка шампанского, разбитая в вагон с первой тонной добытого угля. Руковод Плахакаса «Разрез угля» не намерен останавливаться на достигнутом. По словам генерального директора предприятия Валерия Константинова, вскоре на шахту придет новый добычной комплекс, благодаря которому угольщики смогут добывать больше миллиона тонн угля в год. Также планируется увеличить количество работающих на шахте. 400 человек, работающих там сейчас, явно недостаточно. Перспективу мы в основном строим, конечно, в данный момент на 2002 год. 2001 год – это восстановительно, еще много будет проблем монтажных. Да, мы собираемся уже в 2002 году доводить производительность шахты до миллиона ста тысяч тонн в год под облачей угля. По кадрам, в связи с получением высокопроизводительной техники, то мы практически собираемся набирать высококвалифицированных рабочих. И думаем, что остановимся на цифре 700 человек, это будет работающих на шахте «Хакас-разрез-уголь». Кроме того, уже в июне «Хакас-разрез-уголь» планирует начать разработку угольного месторождения открытым способом. То есть на территории бывшей шахты «Хакасская» летом по замыслу руководства предприятия должен начать работу угольный разрез. Продолжение следует...